Добрый день! Сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий, заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Макарий! Добрый день! Спасибо, что пришли к нам, потому что мы всегда интересуемся деяниями издательского совета. Для нас это очень важная организация, структура внутри Русской Православной Церкви, потому что очень много издается, очень много программируется, планируется. И это вообще такая целая машина, извините за это слово, которая занимается производством очень важной, в том числе и духовной, и богословской, и даже светской литературы. Скажите, пожалуйста, вот вы пришли являться еще одновременно членом жюри Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелева. Этот конкурс называется «Лето Господне». Вот в этом году завершился очередной, по-моему, десятый, если не ошибаюсь, да? Да, все верно. Вот вы, как известно, отдаете этому очень много времени. Вот давайте поговорим об этом конкурсе, потому что многие зрители даже, может быть, не знают о нем, а некоторые дети с удовольствием бы проучаствовали, вот сейчас посмотрят нашу программу и скажут, да, мы обязательно будем участвовать на следующий год. Что это за конкурс, когда он появился, и какое значение он имеет для детей, в том числе и для тех, кто является верующим и ходит в храмы Православной Церкви? Ну, тут нужно отдать должное телеканалу «Союз», который на протяжении всех 10 лет очень внимательно и очень достойно освещал проведение конкурса, и специальные репортажи выходили, и наши такие большие мероприятия. Действительно, 10 лет. И когда все начиналось, тут нужно отметить, что святейший патриарх Кирилл, когда он был избран на патриарх Престол, первым важнейшим таким решением было учреждение патриархи литературной премии имени святых равнопостных Кирилл Мефодия, но святейший патриарх сразу обозначил такую задачу, что нужен патриархий детский такой конкурс, то есть некая детская литературная патриархия премия. И с 2014 года, тогда был юбилейный год, посвященный преподобному Сергею Радонежскому, и вот это, собственно говоря, первой темой конкурса тогда стало, первым тематическим направлением. Ну и сложилась вот сама, скажем, методология этого конкурса. Он состоит из заочного этапа и очного этапа. И вот 1 сентября, когда начинается учебный год, мы традиционно объявляем конкурс, объявляем, опубликуем тематический план, в нем обычно где-то 4-5 таких тематических направлений. Есть направления, которые ежегодные, это священное писание как основание русской литературы, то есть смысл священного писания, пронизывающий всю нашу русскую словесность. И темы, кстати, творчества писателей, лауреатов патриархии литературной премии, также у нас много лет была эта тема, значит, тематическое направление присутствовало, чтобы ребята знали современных писателей, которые продолжают классику русскую на современном этапе. И надо сказать, что ребята отзываются на эту тему. Они пишут каждый год, они обращаются к творчеству лауреатов патриархии премии. И, конечно, год от года мы предлагаем какие-то тематические направления, связанные с юбилейными событиями. Ну, были и очень большие события, да, то есть в масштабах всего Отечества. Это и тысячелетие крещения Руси, представление стороны апостола князя Владимира, и, значит, к примеру, столетие избрания святейшего патриарха Тихона был, вот возобновление патриаршества, столетие расстрела царской семьи, то есть такие даже сложные темы. Но вот в прошлом году мы очень рады, два года даже было тематическое направление, посвященное 150-летию со дня рождения Владимира Кулача Арсеньева. Вот, то есть освоение Дальнего Востока, да, то есть Дерсу-Узала. Путешественник-открыватель, да. И на самом деле очень было много работ. И это очень важно, потому что для многих, мы когда в аудитории встречаюсь, частенько там называют, ну, Владимир Кулача Арсеньев, там, большая часть ничего не вспомнит, да, называют Дерсу-Узала. Ну, старшее поколение все читали, и уж был фильм, да, там, Акира Курасава, да, знаменитый. Да, 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 тогда этот фильм гремел просто. Да, молодое поколение вообще ничего об этом не знает. Когда им говорят, что, вы знаете, фильм по вот этому произведению он Оскара получил, то они как-то у них, значит, что-то в глазах проблескивает, у них интерес появляется. Вот. Ну, соответственно, с 1 сентября до 20 декабря ребята, они пишут работы и через сайт конкурса летогосподне.ру, наш сайт, они через сайт направляют свои работы. Мы изначально, как бы, конкурс создавали так, знаете, немножко технологично, чтобы все было удобно для современного молодого человека. Никаких электронных почт, никаких распечаток, никаких, значит, вот, писем куда-то. Они заходят на сайт, открывают вкладку «Принять участие», там заполняют анкету, прикрепляют, значит, в электронном виде работу, и таким образом мы ежегодно получаем более тысячи работ участников. Более тысячи? Более тысячи, да. Причем работы не только из разных регионов России, у нас и Дальний Восток очень активно сейчас участвует, мы проводим на Дальнем Востоке региональный этап благосостояния Святейшего Патриарха, то есть у нас там в Приморье, в Приморье, ребята, ну, есть своя конкурсная комиссия, которая еще, как бы, работает, отбирает на региональном этапе. А так участвует и Казахстан очень активно, участвует Беларусь очень активно, участвует Донецк, у нас из дальнего зарубежья, из школы в Бельгии при посольстве, вот несколько раз были у нас финалисты оттуда. В прошлом году впервые у нас из США, значит, поступил, ну, не работы, а поступил письмо такое, пришло из школы, ребята узнали о конкурсе учителя, и они, значит, интересуются, вот смогут ли они принять участие. То есть, на самом деле, конкурс, он, правда, международный. А в этом году даже, по-моему, Эстония была. Да, Эстония уже второй год, участница из Эстонии. Ну, вы сами понимаете, что на нынешнем этапе, насколько это вообще, ну, такая решимость, да, то есть, вот, родителей, ребенка на русском языке писать, литературные произведения отправлять их вот на конкурс в России. Знаете, то, что вы все говорите, настолько замечательно, потому что вот я являюсь председателем литературного жюри другого детского конкурса. Заглянем в историю вместе, так сказать, святые заступники Руси. Это примен на монастыре Сави на Старожевском. Да, кстати, известный. Уже 15 почти лет. Известный конкурс. И мы получаем, ну, сотни, сотни сочинений, рисунков и так далее. Там мы выбираем, наверное, год нашего героя, это святого, русской православной церкви. Вокруг него уже дети что-то пишут или рисуют. Но чтобы тысячи текстов приходили, как у вас на лето Господня Шмелева. Да, и в связи с этим, конечно, сразу стал вопрос, а как это все оценивать. Потому что, конечно, конкурсная комиссия, она включает писателей, ваших коллег, лауреатов, патриарших премий, Владимир Ильич Малягин у нас в конкурсной комиссии, Виктор Николаевич Николаев участвовал. Но я думаю, Константин Петрович, что все-таки мы будем рассчитывать и вас тоже на каком-то этапе пригласить. Я читаю это сочинение, иногда я не могу, знаете, останавливаюсь, потому что душа иногда плачет, иногда не ходит. А вот, на мой взгляд, именно вот то, о чем вы говорите... Когда дети пишут о святых, иногда начинаешь рыдать просто. Мужчина начинает плакать, я не могу, я отхожу, я не могу это читать. Вот это, на мой взгляд, я сам, ну, литератор, как сказать, вот только в силу должности в большей степени, да, то есть у меня нет специального такого образования. Но, когда я читаю детские работы, для меня вот это вот, то, что сжимается сердце, это всегда показатель. Потому что, если ребенок своим произведением смог добиться того, чтобы священник, читая эту работу, это... Но это не сочинение, Владыка всегда отмечает, что это не сочинение, это целое литературное произведение, да. И поэтому у нас построена работа, что конкурсная комиссия, она, значит, оценивает те произведения, которые уже по рейтингу, как бы, вышли, вот, набрали максимальное количество баллов. А первичную оценку проводят учителя, словесники. Понятно. Это 15 учителей из разных регионов. У нас обычно студенты МГУ это делают все, факт, да. Вот, учителя, которые, у них есть очень четко разработанная система оценки критериев. Каждый учитель, он может до 25 баллов, значит, вот, выставить. Но не просто вот там, как захотел, а у него, значит, две группы критериев. Литературно-художественные достоинства и творческие достоинства. И, соответственно, по 10 баллов для каждой группы критериев. Причем каждый критерий, ну, пример, критерий полнота раскрытия темы. Вот за один критерий он может поставить до 2 баллов. 0, 1, 2. 0 не раскрыт тема, да, 1, ну, так себе, 2 балла раскрыто полностью. И вот так вот каждый критерий. Таким образом, мы стараемся избежать разброса оценок между тремя экспертами, которые каждый прочитывает, то есть каждую работу прочитывает по 3 эксперта, чтобы это было объективно. Вот, ну, они вот целый месяц работают с декабря до февраля. Они не видят ни имени, ни пола, значит, ни возрастную группу они видят, да. То есть у нас три возрастные группы, 6-7, 8-9, 10-11 классы. Но даже вот место, откуда работа пришла, они не видят. И, соответственно, вот на основе этих оценок, то есть каждый учитель по 25 баллов, общий балл 75 максимально. Очень большая глубина оценки, согласитесь. Да, это почти гений. Да, и вот вы знаете, что в рейтинге вот из этих тысяч работ лучшие работы, то есть в каждой возрастной группе по 40 мы отбираем, значит, всего 120 работ, и уже конкурсная комиссия читает 120 работ. Вот это уже более-менее, скажем, ну, такая созмеримая, да, величина, чтобы они прочитали. Так вот, лучшие работы 10-15, они идут, знаете, с разрывом 1-2 балла. То есть 75, 74, 73, 72, то есть это вот лучшие работы. То есть эта система за 10 лет, она показала свой, мы ее отрабатывали, дорабатывали, то есть вот, ну, были разные такие моменты технические, сейчас все работает. Более того, интересный получился у нас процесс. Мы стали в эксперты приглашать, ну, на первом этапе мы отобрали педагогов-экспертов, вот как мы знали, да, по каким-то рекомендациям. У кого-то получилось, а у кого-то не очень получилось, скажем, да, то есть работать. И мы стали приглашать в эксперты тех педагогов, чьи воспитанники многократно становятся финалистами. То есть мы видим, что учитель из года в год, он работает. Выдает, да, мы его приглашаем. С одной стороны, для учителя это развитие, потому что тут он со своим ребенком, да, то есть или со своим классом работал, а тут он получает массив сотен работ, которые, да, через него проходят, и как бы они действительно очень сильно развиваются в этом. А с другой стороны, с другой стороны, конечно, мы получаем, значит, наших, ну, верных сработников, да, наших, так скажем, ну, единомышленников очень. Ну, сотрудников, да. И вот на основе вот этого уже базы, которая сложилась, мы создали у нас на сайте конкурса, можно увидеть интерактивную карту преподавателей русской словесности. То есть там учителя, которые отмечены за участием детей своих, да, то есть вот они на этой карте размещены. И теперь родители, ребенок, значит, он имеет возможность посмотреть. А может быть, рядом есть учитель, который поможет мне, значит, войти в пространство русской литературы. А победитель всегда один или есть вариации? Бывало ли сказать, что было несколько победителей? Ну, на очный этап, это уже вторая часть, потому что на заочном этапе понятно, что может помогать родители, могут помогать учителя, а у нас бывает так, что очень сердобольные наши наставники, которые настолько хотят, чтобы Чадо победило, что они стараются за него как бы сделать всю работу. Поэтому очень важен очный этап. Ребенок должен, подросток должен подтвердить свою квалификацию, свои творческие, вот, творческие свои навыки. Мы приглашаем ребят на очный этап в Москву. Что значит приглашаем? Да, это очень такая, скажем, пригласить из Подмосковья или пригласить из Хабаровска? Да, это нужно билет, гостиница, питание. Поэтому с первого сезона конкурса Задийский совет полностью организовывает, значит, участие ребят в финале. То есть мы приглашаем с родителем или сопровождающим лицом, оплачиваем проезд, размещение, значит, полностью всю культурную программу, всю логистику, автобусы, питание, то есть все полностью мы берем на себя. Это очень круто. Это очень важно, потому что это выравнивает возможности как бы имущественные и все прочие, да, так скажем, социальные. То есть все ребята, вне зависимости откуда он, или из маленького поселка, или из большого города, все оказываются в равных условиях. И здесь уже, когда мы привозим их в Москву, это обычно проходит у нас в дни весенних каникул, в марте месяце, то мы построены каким образом работа? Во-первых, первый день обязательно все начинается со встречи с писателями. Большинство лауреатов Патриарши премии, они у нас поучаствовали в этих встречах, значит, проходит мастер-класс такой. В каждой возрастной группе 6-7, 8-9, 10-11 разные писатели встречаются, проводятся встречи. И писателям мы даем возможность заранее почитать работы ребят, да, то есть вот кого мы отобрали. И они уже, значит, вот отмечают, значит, сильные стороны, слабые стороны, объясняют о началах творчества, а как вообще начинать, с чего начинается творчество. Вот. И, конечно, мы тоже, скажем, в этих процессах увидели, что, ну, не все писатели могут с детьми общаться, да, то есть тут... Естественно, в Советском Союзе была отдельная секция, в Союзе писатели назывались детские писатели. Кто-то говорил, да что за ерунда, сейчас для детей написать это расплюнуть, попробуйте. Да, да, очень-очень непростой вопрос, поэтому мы, конечно, ищем литераторов и писателей с педагогическим, так скажем, уже опытом, чтобы они понимали, о чем с детьми говорить, чтобы дети тоже... Дети напуганные и писатели напуганные, то есть... И уже начинается с первого дня какая-то культурная программа, мы стараемся показать Москву, литературные места, достопримечательности, какие-то такие значимые, ну, действительно, места интересные, Третьяковскую галерею, ВДНХ, значит, монастыри наши, замечательные музеи. Познание Родины, да, происходит. И в воскресенье, вот в следующий день, они, значит, он начинается с этого воскресенья и начинается с посещения службы в Храме Христа Спасителя. Это замечательно. Потому что это, конечно, знаете, главный храм, и для детей вот это посещение всегда, конечно, особенно остается в памяти. И после этого, вот этих впечатлений, они у нас садятся писать очную работу. Мы предлагаем ребятам темы, значит, свободные, но в очень узком русле. Ну, как пример. Свободная тема по мотивам евангельских притч. Представь себе, то есть вроде бы пишешь, чем хочешь. Это очень трудная тема. Да, но надо знать хотя бы вот какой-то контекст. Ну, конечно, предлагаем всегда писать о малой родине, о своем, о семье, о роде, когда какие-то события. Ну, если это вот юбилей, годовщина победы, конечно, всегда стараемся, темы предлагаем им тоже о подвиге, вот, о победе. Ну, в общем, мы всегда 4-5 тем предлагаем, что ребенок может выбрать. То есть вот если он в чем-то не, значит, не уверен, он возьмет другую тему. И, в принципе, мы видим, что наш подход, он на самом деле верный. Потому что, ребята, никогда не бывает, чтобы ребенок, знаете, в ступор стал, что он не знает, о чем писать. Конечно, есть ребята, ну, не то, что ребята хитрые, все вместе, так скажем, все хитрят. То есть есть заготовки, есть какой-то рассказ или какая-то, значит, и всегда, я вот из года в год, когда... Универсальное такое готовое произведение. Ну, какое-то готовое, да, да, да. А я всегда говорю, что, ребят, ну, если у вас готово произведение, ну, пожалуйста, потрудитесь связать с темой его, да, то есть вот хотя бы начало, это же тоже творчество, правда, то есть вот уложить свою... Ну, это тоже работа, да. У некоторых очень хорошо получается, у некоторых не очень получается, и это всегда тоже является, ну, во время оценки, да, то есть тоже является каким-то вот таким значимым фактором. Все, они написали свою очную работу. Я просто не перебью, а пишут они на компьютере или от руки? Нет, от руки. Только от руки, да. И сначала черновик, потом чистовик, и вот эти все драгоценные работы хранятся в издательском совете, это на самом деле очень трогательно, потому что вот эти рукописные, разные почерки, знаете, то есть разные места, я думаю, когда-нибудь это будет музеем настоящим. Кто-то из них станет, я думаю, известным писателем наверняка, в общем, и мы будем показывать, вот когда-то этот ребенок, он вот посмотрите, что делал. Пишут шариковой ручкой. Шариковой ручкой, да. Я на всех случаях спрашиваю, потому что, может быть, каллиграфия, так сказать, перевая ручкой. Ну, каллиграфия у нас, я про это тоже скажу, она у нас в конкурсе тоже есть, такой немножко акцент. Соответственно, ребята, после этого все, у них еще два дня, это чистая, значит, культурная программа. Они отправляются тоже в интересные места. Вот в этом году, я приведу пример, у нас старшеклассники, 10-11 класс, они с утра побывали в газете «Вечерняя Москва», в редакции, главный редактор с ними провел встречу, беседу. До издательского совета, тесное сотрудничество. Тесное сотрудничество, мы пользуемся этими возможностями. А после обеда они побывали в Российском государственном архиве древних актов. Ух ты! На экскурсии. Ух ты! Тоже у нас хорошее отношение. Это на Пироговке. Да, на Пироговке. Представьте себе, вот, пожалуйста, здесь современная словесность, журналистика, на острие времени, скажем, интереса. И архив. А архив, вы знаете, что это такое. Потрясающий архив. Насколько важно молодым людям показать, увлечь их, они, может быть, навсегда вообще, то есть они... Они должны почувствовать запах архива. Да, и вот такие у нас, такие места мы предлагаем. То есть и такое немножко профориентирование, да, вот, стараемся организовать. А в это время в издательском совете, пока они путешествуют, общаются, конкурсная комиссия собирается вновь, очно уже, значит, и читает, уже прочитали, точнее, отсканированные работы за ночь, да, так скажем, и принимает решение о победителях конкурса. То есть вот в каждой возрастной группе, в этом году было, у нас все три группы вместе приехали, обычно мы стараемся их развести, там старшие в марте, младшие в мае, но в этом году, поскольку Пасха, все у нас тут вот соединилось на майских очень, так скажем, плотно, да, мы всех собрали в марте, и было 45 детей по 15 в каждой возрастной группе. Вот, и, соответственно, из 15 ребят одно первое место, два вторых и два третьих места. То есть победители, он не один, а вот их пять человек где-то. Честно говоря, вот эти пять, это всегда как раз самые лучшие, самые действительно... Пять в каждой группе вымисляли. Пять в каждой группе, да. Но и еще несколько мы, последние годы, мы вручаем несколько специальных дипломов. Они имеют такое интересное название, «Заследование духовной традиции русской словесности». Ух ты! Такое вот, ну, конечно, это первые шаги в этом следовании, за вклад в укрепление ценностей семьи у нас, вот, семейных ценностей. Такое. Замечательно. За, значит, диплом есть такой, за, значит, увековечивание памяти новомучеников-исповедников церкви русской. То есть, ну, встречаются действительно талантливые работы. То есть это не обязательно, но это вот мы стараемся еще отметить. И вот здесь как раз специальным призом всегда является набор для занятий каллиграфией. То есть перо, ручка, чернила. Да, чернила, то есть вот такие, такое, как бы. А вообще основные призы, ну, все финалисты получают памятный подарок. Это Владыка у нас сам, он всегда этим занимается. Или, значит, электронные часы, или смартфон. То есть вот, ну, такой достаточно интересный подарок. А победители получают очень ценные подарки. Это компьютеры персональные, ну, имеется в виду ноутбуки, да. То есть причем, ну, хорошего такого качества. Раньше у нас как-то было только за первое место там компьютер. Остальные смартфоны, ну, планшеты, что-то такое. Но теперь Владыка старается, чтобы все призовые места, они получили компьютеры, но немножко разные, скажем, по своим характеристикам. Эх, было бы возможность подарить мини-типографию. Ну, может быть. Принтон-де-Мант, как говорят, печать по требованию. Флешку засунул, и через пять минут у тебя книга в руках. Да, и вот, знаете, про географию тоже вот говорили. Для меня в этом году было, ну, настолько вот трогательно, что у нас финалисткой стала девочка Карина Седова из города Николаевск-на-Амуре. Ух ты. Вот, то есть это вообще я, когда мы проводили награждение, я сказал, что, ребят, вы даже не представляете, это просто край земли, настоящий край земли. Вот, и из многих других мест, и очень рада за ребят из Казахстана, потому что в этом году первое место среди шестых-седьмых классов. Вот девочка заняла из Казахстана. Вот, из Белоруссии всегда тоже у нас финалисты, победители. На наш взгляд, вот, ничего не нужно придумывать. Язык связывает народы, связывает наши страны, которые сейчас, ну, разделены оказались, связывает нашу церковь, потому что в этих всех странах, и конкурс, он, конечно, он, знаете, у нас не является строго конфессиональным. Более того, через вот такую его, все-таки, ну, литературную, вот, составляющую, наш конкурс очень свободно входит в государственные школы. И участие, ребята, я скажу, что вот среди финалистов, где-то половина, это, конечно, ученики православных школ, опять-таки, образовательных православных школ, или там где-то частные православные школы, значит, епархиальные школы, но половина это ученики обычных школ, среднеобразовательных. И вот в этом году, у нас традиция такая, мы по итогу конкурса направляем вот правящим архиереям епархии, да, из которых ребята приехали, письма благодарственные, просим отметить, просим информационно осветить вот эти результаты. И с этого года мы отправляем письма министрам образования регионов, из которых ребята победили. Вот в этом году я готовил 10 писем руководителям образования в регионах, потому что это заслуга учителей, это заслуга образовательных учреждений. Мы считаем важным очень, чтобы увидели руководители образования, какие есть достижения вот в этих школах, у этих замечательных педагогов. Скажите, пожалуйста, отец Макарий, а вот эти дети, которые выиграли, победили, которые стали лауреатами, как это потом отражается на их литературном труде или помогает ли это им в творчестве, или вот что у них потом в дальнейшем с ними происходит? Мы когда, значит, много лет конкурс проводится при поддержке фонда президентских грантов, и всякий раз приходится писать обоснования определенные, да, то есть вот приходилось исследовать методические материалы, наработки такие вот ученых, педагогов. Вы знаете, сейчас продолжают очень серьезно заниматься исследованиями мотивации к чтению, и вот многие исследователи приходят к общему мнению, что литературное творчество является одним из сильнейших факторов развития мотивации к чтению, потому что творческое переживание, которое ребенок, когда он пишет, значит, прочитал, и по-начитанному он пишет уже свое произведение, и в сотворчестве с учителем, вот это является самым сильным фактором развития мотивации. То есть его важно как бы литературное образование, а не обязательно, чтобы человек стал писателем? Ну, к литературному образованию надо же еще дойти, они еще в школе учатся. Так вот мы видим, что наши ребята, которые в шестом или седьмом классе или восьмом начинают участвовать, они потом из года в год обязательно участвуют в конкурсе, стараются в финал попасть. Кто в финал попал, стараются победить, потому что наш конкурс, мы видим, он способствует именно развитию мотивации к занятию творчеством. На наш взгляд, это самое главное как раз. А вот кем они станут, ну, Господь знает, кем они станут, но мы убеждены, что та любовь к русской литературе, к слову и к церкви, которую они обретают через конкурс, мы считаем, что это самое главное достижение. Все, что вы рассказали, это крайне интересно и крайне важно. Просто замечательно, радостно слушать, что на самом деле такие конкурсы присутствуют в нашем культурном пространстве. Спасибо вам большое, отец Макарий. Напоминаю нашим телезрителям, что мы разговаривали о международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана Сергеевича Шмелева, который называется «Лето Господне», так же, как называется знаменитая книга Ивана Шмелева. Спасибо. У нас в гостях был и романах Макарий, заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Спасибо вам очень за то, что вы пришли, уделили нам немножко времени, и успехов вам и дальше развития этого замечательного детского конкурса. Спасибо. Всего вам самого доброго.